У дилеров Kia появились кроссоверы Sorento следующего модельного года. Учитывая молодость модели, обновление вышло номинальным. Большой паркетник обрёл актуальный логотип марки, да и переменил наполнение комплектаций. Так, в стартовый набор оборудования отныне включены обогревы лобового стекла и форсунок омывателя, а медиасистема научилась поддерживать Apple CarPlay и Android Auto. К топовой медиасистеме присоединился телематический комплекс Kia Connect, чтобы функциями машины можно было управлять со смартфона владельца. В средней версии Prestige появились системы автоматического торможения, удержание внутри полосы, контроля внимания водителя и переключение дальнего света. Для флагманской Premium Plus теперь можно выбрать цвет отделки салона, чёрной или коричневой. Кроме того, ей положены более крупные тормозные диски. Со сменой модельного года рекомендованные цены выросли от 70 до 200 тысяч рублей, но выбрать оптимальный вариант стало проще. Дизельные Sorento отныне доступны и в средних комплектациях Luxe и Prestige, а комплектацию Premium можно заказать и с базовым двигателем. Кстати, у наименее мощных машин появилась жёсткая блокировка муфты полного привода, который не было прежде. Renault Captur обзавёлся новой спецверсией Intense. Для неё, помимо других цветов, эксклюзивно доступен оранжевый металлик, к которому можно заказать чёрную или серебристую крышу. В салоне комбинированная обивка сетений, простроченная оранжевой нитью. Также оранжевыми сделаны дефлекторы вентиляции и подлокотники, а на передней панели и центральной консоли появились вставки под углепластик. По уровню оснащения Intense соответствует максимальной комплектации Style, но дополнена аудиосистемой Bose. Цены будут раскрыты через неделю-другую. Некоторое время назад АвтоВАЗ создал специальную серию Black для моделей Vesta, X-Ray и классической Нивы. А теперь панель потолка, солнцезащитные козырьки и обивку сидений чёрного цвета получит Нива Тревел. Можно предположить, что доплата за пакет антрацитовых опций составит от 35 до 40 тысяч рублей. Во всяком случае, так было со всеми остальными моделями. Подробности Лада объявит совсем скоро. Кстати, с переходом бывшей Chevrolet Niva под крыло марки Lada, АвтоВАЗ посчитал, что ему больше не стоит выпускать пятидверную версию обычной Нивы. По информации от сообщества Нетипичный АвтоВАЗ во Вконтакте, до конца ноября автогигант свернёт сборку пятидверок, сохранив лишь трёхдверные машины. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова